Всем привет, мои дорогие! С вами Таурус. Наступила очередная неделя, а это значит, что нам пора приступать к прохождению запланированных игр. И я думаю, что мы этим как раз и займемся. Планы на эту неделю действительно масштабные, и так давайте же приступим к их реализации. Что я вам хочу сказать. Итак, 10-секундная тестовая пробежка по этому уровню показала некоторые очень-очень неприятные моменты, которые доведут меня просто до края шизофрении и безумства. Во-первых, снизу, как вы можете видеть, нет никакого забора или же каких-либо перил, за которыми можно держаться. По освоению осторожности я сразу же, начав этот тестовый забег, упал вниз и разбился. Это была наша последняя жизнь, и придется вот так и заканчивать эту игру. А вторая опасность, которая делает этот уровень просто невероятно раз... Я думаю, что мне еще предстоит с ним помучиться. Ай, в принципе, я вам ее сейчас покажу. Поехали. Вот эта стена, это она. Я думаю, вы знаете такую программу, как Вайпаут, которая выходила в Америке. Там были всякие препятствия, вроде вот этих вот блоков. И вот это вот решили вставить сюда. Это не главная проблема. Даже если это мы пройдем, нас просто убьют вражеские люди. Ну что, пробуем еще раз. Тут поступила одна информация. Якобы всего осталось где-то пару уровней в этой игре, что она действительно короткая. И меня на самом деле эта информация очень удивила, потому что я предполагал, что Double Dragon это длинная игра. Не знаю, почему вот такое впечатление было. Сейчас с ножом появится человечек. Вот, я уже все знаю. Я не знаю. А вот как побеждать их, я не знаю. Я даже их бью и каким-то образом получаю сам ранение. То есть, опять же, мне почему-то больно. Наверное, у нас кости хрупкие. Знаете, есть такая болезнь, когда кости хрупкие. Я не знаю, друзья. Они сейчас будут появляться один за другим, один за одним. Я не знаю. Это, во-первых, вот эта стена выдвигающаяся, это чистый рандом. И с ним ничего не сделаешь. Попросту ничего. Поэтому я просто сейчас не знаю, как мне с этим всем справляться. Видите, и этот сзади подходит уродец. Все, нет, друзья, я не знаю. Я не знаю, что мне делать. Я вам серьезно говорю. Приходится перезагружать кучу маленьких кусочков, получится. Вот эти глаза улыбаются наверху этих колонн. В общем, не знаю я, радоваться мне или огорчаться тому факту, что скоро эта игра закончится. Потому что, с одной стороны, я даже толком не успел насладиться и вникнуть в такой вот жанр, как битэмап. С другой стороны, мне хватило вот этой фигни, что происходит. Серьезно, мне этого хватило более чем. Так, давайте, знаете, как делать? Может быть, будем прыгать вот так вот хотя бы. Может быть, это хотя бы не так будет опасно. Так. Так, скидывать, наверное, вряд ли у меня получится. Нужно будет их к краю подвести этой скалы. На что у меня не хватит просто силы, времени и терпения. Нет, нет, это явно плохой вариант. Я надеюсь, что времени нам хватит. Давайте тогда попытаемся вот такими вот прыжками исполнять наш долг. Кстати, я извиняюсь за свою оплошность. Я оговорился в первом эпизоде этой игры. Нашего брата зовут не Уилли, а Джимми. То есть, мы Билли, а наш брат это Джимми. Потому что, в принципе, Билли и Уилли, это, в принципе, одно имя. Насколько я могу понять. Так что, да, так вот и есть. Посмотрите, сколько их. Я не знаю, сколько мне еще их нужно ждать. Как я говорил, я не проходил этот уровень. Просто 10 секунд пробежался. И понял, что это... Что это, блин, я не знаю. Что это нечто непонятное, с чем мне придется столкнуться в ближайшем будущем. И поэтому, никаких приятных впечатлений, честно сказать, не оставил этот тестовый пробег. Вот. В принципе, фамилия наших братьев, Ли, это отсылка к Брюсу Ли. Который якобы владел похожим боевым искусством. Так, мне сейчас дали сердечко. Нафига оно нам нужно? Я просто не имею понятия. Потому что оно не дает нам жизни их. Это единственное, что нам нужно в данной ситуации, в данный момент времени. Ну, еще один вылез. Конечно. Конечно. Спасибо. Так, хорошо. Ну, еще один. Давайте еще. Не, последний? Может, это последний был? Так, ну, если это последний, значит, может, мы еще и сможем с вами выжить. Ну, давайте попробуем еще раз, что делать. Не бросать же. Стиль, который используют наши братья, называется Джин Кюн Дон. Ну, короче, как-то вот так называется. Вот. И это якобы стиль, который использовал сам Брюс Ли некогда. Вот. То есть, поэтому, такая вот себе забавная отсылочка получается. Но, как вы можете видеть. Так, стоять. Аккуратненько. Как вы можете видеть, наши братья, они настолько крутые, как Брюс Ли. Поэтому, просто позор, конечно, называться им его именем. Вот как бы их сюда заманить, а? А я просто не повернусь. Дело в том, что... Поэтому, наверное, выбора у меня как-то... А, ну что, умеет вставать и бросаться на нас. Вот так-то. Вот так-то. Сейчас, главное, справиться с человеком с ножом, который появится. Что интересно, я вам уже как-то рассказывал о том, что я в детстве делал свои игры. Свои враги там, уровни рисовал и так далее. Правила. Вот. И там у меня так и назывались враги. Человек с ножом, человек с мечом. Это стратегии были, которые я делал. Да, да, даже такое было. И вот сейчас вылезет очередной человек с мечом. С ножом, вернее. Не могу я сказать, что так я представлял себе идеальную игру моей фантазии. Я бы ее точно сделал не такой. Если бы он хотя бы не блокировал, понимаете? Блин, я не знаю, честно говоря, как с этим справляться. Если эта попытка окажется неудачной, то... Оставлю только удачную. Наверное, буду перезаписывать раз за разом. Потому что это что мне остается? Сейчас ножом вылезет. Ну все. И вылезет почему-то по центру. Именно в меня кинул. Боже, эти улыбаются сволочи наверху. Так, ну что, поехали. Может быть... О, смотрите. Смотрите, я сейчас перепрыгнул. Меня не ранило. Ну, ну, ну. Блин, еще разок. А, все. Друзья, очень все хорошо. Очень все хорошо. Нас всего один раз сейчас ранило этот блок. Главное, вот тут вот все нормально. Стой спокойно. Теперь должно быть все. Так. И сейчас этого надо скинуть в яму. Вот так вот. Нет, нет, не так, не так, не так, не так. Черт, черт, черт. Боже. Боже. Как все начиналось хорошо. Да. Этот эпичнейший фейл я просто не имел права не сохранить. Но, в принципе, с другой стороны, я и это уже прохожу сейчас все. Не в первый раз после этого фейла. Я не знаю, как на это все реагировать, потому что меня это, честно, просто выводит из себя уже. Мы научились, кстати, головой бить. Зачем это нам пригодится, я не знаю. Одно и то же место, понимаете? На один квадратный там метр происходит, блин, столько всякой фигни. И это надоедает, это очень сильно надоедает. Это очень сильно однообразит вот эти вот NES-овские игрушки, которые предлагают нам хардкор. Мне это нужно чем-то разбавлять. Это определенно нужно чем-то разбавлять. Потому что это действительно однообразие, когда тупо практически все игры, в которые я играю, они действительно достаточно сложные. Для того, чтобы можно в них было играть, играть без перезагрузки. Понимаете, да, о чем я? А в данном случае, ну, никуда это не годится. Заканчивая одну игру, блин, начинается вторая такая же. Говорят, что третья часть вообще хардкорная, вторая вроде бы полегче, вот. Но они уже будут в кооперативе. Скорее всего, наверное, буду их так именно проходить я. Ну, блин, ну, да что ж такое? Ну, я не знаю, я не знаю, серьезно. Я не знаю, как на это все реагировать. ХП нету, просто нету ХП. Что с этим всем делать? А что ты с этим сделаешь? Ничего ты с этим не сделаешь. Вон, один убежал, испугался. Вот, если бы кто-то последовал его примеру, может быть, это не так все и плохо было бы в конечном итоге, да? Но нет, он не убежал, он вернулся. Он понял, что у него есть шансы. Он прочекал мои жизни. Вот, у меня появилось сердечко, которое, к сожалению, жизни нам дополнительных не дает. Оно нам не нужно. Дал какой-то дополнительный прием, который, увы, не убьет при своем использовании сразу всех врагов на экране. Знаете что, я сейчас наверняка умру. Конечно, я умру. Для того, чтобы вы поняли весь этот... Вся эта несуразность ситуации и вообще-то игры. Я оставлю эту попытку, серьезно вам говорю. Потому что я хочу, чтобы вы тоже прочувствовали то, что чувствую я. Как мне это надоело. Хорошо. Хорошего ничего нет, но когда я говорю слово «хорошо», мне сразу как-то легче на душе становится. Давай я тебе буду говорить. Хорошо. Все хорошо. Я вижу море, на котором летают чайки. А там уже и рассвет близится. А где-то там и закат. Я вижу дельфинов, которые прыгают прямо над отражением солнца, заходящего в морской горизонт. И мне хорошо. И я... Меня нету рядом сейчас с этими волосатыми децлами. Меня нету здесь. Вот это вот сейчас и должен, наверное, чувствовать Билли. С другой стороны, ему нужно находиться в реальности. Потому что... Ему-то это все нужно, в отличие от меня. Ему-то нужно все это приключение. Похитили его сестру, как-никак. Это, извините меня, надо за это наказать. Тем более в мире он живет как он. Это во мне кухры-мухры. Это действительно опасный мир. И здесь нужно, знаете, как в тюрьме, сразу поставить себя. Что со мной нельзя так обращаться. И с моей сестрой тоже. И даже если ты самая могущественная банда в городе, то ты не можешь этого делать. Ты не можешь этого делать? Нет, ни в коем случае. Нет-нет-нет. Только не сестру, а девушку, конечно. Но дело в том, что дедслэй начинают нас бить. И с одного такого сдвушечки снимают нам сразу несколько полосок. Понимаете? Так, секунду. Сейчас надо сразу же... Кидай, кидай, кидай. Быстро, быстро кидай. Все, нормально, нормально. Серьезно, друзья. Я хочу пройти. Мне надоело. Я... Ну, хочу. Это ж коротко, понимаете? Это очень коротко. Нет. Тут даже негде сделать севстет, понимаете? Если я сделаю после того, как... Пропрыгая удачно, более-менее, все вот эти вот блоки, это все равно будет неинтересно, потому что я... Потому что это очень мало. Я не хочу делать севстеты, когда так мало пройдено всего. Так, спокойно. Спокойно. Вот так вот, по очереди. По очереди, мои мальчики. Спокойно. Так, я вам сейчас все дреды поотрываю. А-а-а. Ну, давайте, давайте. Еще, наверное, максимум двое должно быть. Но мне этих, наверное, будет достаточно. Ой-ой-ой. Плохо, плохо, плохо. Плохо. На самом деле, они сейчас по мне зарядят вот так вот. И все. Откуда здесь еще один с ножом? Не должен был быть здесь ножом. Так, друзья. Пожалуй, это последний. Пожалуйста, пожалуйста. Мне нужно его пройти. Пожалуйста. Блок игр. Блок игр, я тебя очень прошу. Если ты существуешь, я в тебя поверю. Пожалуйста. Нет. Нет. Друзья, у меня сейчас руки просто потные. Я не знаю. Насколько это напряженное. Понимаете, здесь эта напряженность не такая, как в Adventure Island, где ты умираешь раз за разом. Тут нужно держать, быть в концентрации долгое время. Это действительно стоит. Блок игр, Блок игр. Ты еще здесь? Или знаете, как говорят? Если Блок разговаривает с тобой, то это называется не религией, а каким-то просвечением. Меня пустили дальше, меня пустили дальше. Так, так, так. Если ты разговариваешь с Блоком, то это шизофрения. Пожалуйста. Не говорите, что мне сейчас уже драться. А, Боба. Это, это просто. Шедевр. Это игра шедевр. Боже. Я боготворю эту игру. Ее создатели просто гений. Гений. Что-то есть в этом такое абстрактное. Иллюзия. Иллюзия там искусства. Да пошло на нафиг. Ребята, я вам серьезно говорю. Я не могу. Я на самом деле хотел бы сейчас вот воскресенье. Я сижу, записываю ночью. Почти 12 часов. Я хотел записать. Я вам говорил, что я хочу, чтобы неделя была продуктивной. Говорил? Говорил. Вот. Я хотел вам сказать, что я очень сильно хочу записывать по 3 эпизода в день. Как было когда-то раньше. Вот. Это мое стремление. Я хочу этого делать. Но как? Объясните. Меня убили. Охренеть. В общем, я решил вырезать весь мой путь. Посмотрите, сколько у меня хп осталось. Это здорово. Я думаю, я сейчас могу даже попытаться ногой его завалить. Тут я, кстати, сделал севстет на всякий случай. Так что, чтобы не беспокоились вы. Мне очень жалко, что вы не увидели, как я проходил до этого момента. Потому что, во-первых, одного из этих вот... О, видели, как я с вертушки умею бить? О, еще один об оба. Нормально. Всех. Всех перебьем. У нас теперь сильная нога. У нас теперь крайне сильная нога. Так вот. Одного из Децла я кинул просто в пропасть. А у другого успел выхватить нож и убить этим ножом другого. Вы представляете, как это круто? Давайте сюда зайдем. А, они, посмотрите. Не хотят нас сюда пускать. Так, значит ли это... Секунду. Отсюда кто-то выйдет. Или мы можем сюда зайти? Я теперь везде буду стараться заходить. Потому что прошлый уровень меня запутал очень-очень сильно. Ой, опять, опять. Вы посмотрите. Нам никто не пополнил жизни, друзья. И они хотят, чтобы мы снова через это проходили. Мне кажется, мне сейчас очень повезло. Я предпочту сохраниться. Вот вы уж меня простите великодушно, но я предпочту сохраниться. Потому что это невероятно. Они хотят, чтобы на рандоме... А, стоп. А нафига я сохранился? Нафига ж я сохранился, мать вашу? Снова все идет по кругу. Снова все идет по кругу. О да, конечно. Я должен был догадаться, что это своеобразная лестница, по которой надо закарабкиваться. А знаете, в чем еще прикол? Я ведь сохранился на слоты, в которых у меня мало хп. Если сейчас мне, допустим... И мало времени, между прочим. Если сейчас мне не хватит времени, на то, чтобы пройти этот экран, мне придется проходить всю игру с самого начала. Потому что если время закончится, или же если мне не хватит жизни пройти это все... Хотя, с жизнями, ладно, как-нибудь совладаем. Потому что я могу... С эстетами я могу хоть всех врагов с одной полоской уничтожить. Если постоянно сохраняться, за кадром вот так вот проходить. Это все можно. Но если мне не хватит времени, то, друзья, в таком случае мне придется проходить всю игру с самого начала. я не знаю друзья у каждой с каждой игрой свои своеобразные бывают трудности да я уже говорил об этом с adventure island свои трудности вот таких трудностей как какие вот сейчас встречаются мне с double dragon такого у меня еще не было друзья такого у меня еще не было и честно говоря это крайне раздражает меня убивают я просто вы сейчас не знаю как на все это реагировать так мне нужно срочно срочно поменять экран и оживиться оживиться и тут же их много друзья я не пройду за сегодня этот уровень а вместе с ним игру я я прочитал информацию что-то все таки последний уровень игры наверное останется понедельник без видео ходят весьма аргументированные слухи что-то игра что вот эта вот игра которую вы сейчас видите проходится минут за 20 как как ну не нужно издеваться о посмотрите кстати мы можем с одного вот такой вот такого удара убить одного врага о здорово они конечно прыгают но они конечно дружат с друг с другом и конечно не дадут нам ударить их и конечно их тут слишком много так хорошо подходи сюда подходи а не хочешь вот так вот давай 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 вот так по очереди по очереди хорошо давай жду 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 подходи подходи не бойся уходи не плачь прыгать не надо прыгать не надо это не самая лучшая идея который ты предложил за сегодняшний день есть я сменил экран все друзья теперь у нас полной жизни теперь у нас много времени я не ожидал что у меня получится но я это сделал и это действительно очень сложно и почему блин игра такая короткая лучше бы эта игра была длиннее но не такая сложная понимаете так зря эти скин а нормально так идем сюда не знаю что нам делать наверно будет вечно они распаунятся я блин не знаю здесь мы прямо в какой-то город что что ли попали не знаю не знаю не знаю так я надеюсь что я сейчас все-таки правильно иду а стой 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 нет нет только не скинь мне только не скинь делай все что хочешь только только сердце не трогай так секунду тебя бы скинуть как-то так вниз 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 все я понял тут без перспектива сейчас снова игра превращается в такой себе платформер боже мой а ведь прыгает он как в костел войне он прыгает именно так по дебильному именно так вот серьезно друзья я совсем не понимаю может быть вы мне объясните но я абсолютно не понимаю зачем делать настолько короткую игру она нереально короткая но делать ее настолько сложной просто я я вот я логики не вижу в этом абсолютно никакой то есть понимаете теоретически можно сделать игру которая будет длиться одну минуту вот ее можно пройти за одну минуту но она будет настолько сложной что вы ее проходить будете год я я уверен что такой принципе может может быть такое можно сделать я думаю что это реально но зачем просто зачем так делать вот это вот я никак не пойму серьезно вам скажу так спокойствие вот так вот так а мы допрыгнем вообще он при начинает замедляться я не знаю как мне ой как ой как тут все по дебильному и ведь смотрите такие игры как это как допустим даже просто невероятно топорная касселвене нинджа гайден в котором тоже очень много тупостей эти игры становятся легендарными они зарождают жанры им поклоняются эти игры имеют толпу фана откуда тебя раньше здесь не было тебя раньше здесь не было все иди 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 вон серьезно скажу банк он еще и карабкаться умеет ага так что что это такое почему эта игра так высоко ценилась почему-то игра легендарна блин с такими темпами я реально скоро превращусь в а в г н а ей богу о вот так вот вот вы тоже так можете падать хоть одна радость в этом есть вот ей богу сейчас не вылез почему-то конечно может показаться странно я почти год наверное уже прохожу подобные игры и наверное я должен был привыкнуть к раритетным играм и к тому что они вот 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 так вот это вот такое вот такую фигню они себе представляют суши пойди иди от меня иди от меня сказал я уже должен был к этому привыкнуть но я все никак не привыкну и честно я не знаю как мне сейчас прыгать и наверное я знаю как мне прыгать наверное сейчас на самой верхушке нужно прыгнуть вправо мне так кажется потому что во всех иных случаях это заканчивается весьма плачевно. Во, во, нормально. Вниз я не хочу падать. Мне кажется, что там будет что-то не слишком хорошее. Отсюда что-то вылезет. Да, я тебя даже не назову кто-то. Ты именно что-то... Ой, не нужно делать вертухан, я тебя прошу. Давай, платформа, давай, быстрей, быстрей, быстрей. Сейчас ко мне придёт. Давай, давай, давай. Ха-ха-ха. Смотри, смотри на меня. Я ухожу. Я... Это не... Я не убегаю, нет. Просто мне надоело с тобой возиться. Смотри на меня. Ха-ха-ха. Ещё и платформер, посмотрите. Ладно, хорошо. Знаете, когда становится играть полегче, когда игра тебя немного отпускает. Наверное, это как с наркотиками. Когда вот такое вот происходит, тогда уже можно, конечно, понять, почему игра не такая-то и плохая, в принципе. Вот. Так. Нажимаем паузу. Очередной экран. Вот. Теперь уже можно понять, в принципе, почему игра так высоко оценилась. В принципе, да. Такого никогда не было. Это действительно она родила своего рода... Ах. Родитель. Родитель. Хреновый себе родитель в Double Dragon. Может, не стоило связываться с этой бандой. Вот. В принципе, наверное, да. Эта игра, в принципе, хорошая. Это... Она необычная. Она... Она короткая. И в ней имеется много вот таких вот приколов. Это хорошо. Это... 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 Это все для разнообразия. То есть, в этом плане все хорошо. Не могу. Не могу ничего плохого сказать. Так что, в принципе, я думаю, сможем мы как-то с вами с этим смириться. Так. Здесь какая-то арена. Боже, неужели финальный босс? Так. Секунду. Ох ты, епрст! Абоба, 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 абоба. Так. Стоять, 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 стоять. Вот так вот. Вот так. С ноги, с вертуха. Наловите, ловите, ловите. Чак Норрис бы нами гордился. Определенно точно. Так. Тихо, 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 тихо. Так. Не подпускаем, не подпускаем эти огромные кулаки. Да знаете, наверное, если бы в американском таком стиле это были бы такие, знаете, русские парни, типа Ивана Драго. Так. Секунду. С ножами снова. Так. О! Давайте нож возьмем. Вот. Есть. Видите, как хорошо? Да. Да такие большие, знаете, тупоголовые русские парни были бы, абоба. По сюжету. Так. Хорошо. Что дальше? О! Девочки! Короче, я так понимаю, теперь нам нужно встречаться со всеми теми, с кем мы уже дрались. Вот. И потом это к чему-то приведет. Я так думаю, что мы встретимся с финальным боссом. Друзья, эта арена последняя, что вы видите в этой игре. Это конец. Действительно так. Я крайне удивлен, что летсплей у меня займет всего лишь два эпизода. Хорошо это или плохо, не знаю. Это необычно, скажем так. А все, что необычно, это уже своего рода хорошо. О! Кану! Стоять! Кану! Ты что здесь делаешь? Ха-ха-ха! Пожди, он с автоматом. Капец. Друзья, финальный босс игры. Это, наверное, главарь... Это главарь... Эээ... Не знаю. Ну, вот так вот. Сам себе спойлер такой сделал. Посмотрите, кому его встречаем. Друзья, это Джимми. Это наш брат. Это наш брат. Идет брата убийственная просто сейчас война. Это он. Настоящий лидер черных... Эээ... Черных воинов. Это он, друзья. Наш брат. Кто бы был, в принципе, при игре на двоих игроков. Конечно, такой игры здесь нет, но... Неужели с первой попытки пройду просто финальную арену? Которая должна быть, по идее, очень сложной. Мне, честно говоря, в это совершенно не верится. Ну, ХП у нас пока неплохо. Вы знаете? А у него, я даже не знаю. Но в любом случае, Билли должен быть круче Джимми. Джимми брат наш, конечно. Но тем не менее. Ой, как хорошо. Вы посмотрите, что сейчас происходит. Айх, аккуратно. Знаете, кстати, что еще интересно? Кажется, я читал в Википедии, так спокойно. Так, давайте возьмем себя в руки, потому что это уже не слишком мне нравится. Так, секунду, потому что он сейчас еще реально соби... Он сейчас еще нас и убьет. Это, конечно, будет очень не здорово. Абсолютно это будет не здорово. Ах! Так, 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 тихо, 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 тихо. Как все хорошо-то начиналось. Мы должны, друзья, должны победить. Черт! Нет, 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 Черт, тихо, 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 тихо. Твою мать! Я почти победил, друзья, я почти прошел эту игру. Значит, только версии на NES вот такое вот, такой вот апогей, что лидером этой банды оказывается наш брат. Конечно, грустная история, блин, но почему мы сейчас не победили, это, наверное, я просто расслабился. Так, ну что, поехали! Сейчас мы знаем, что нам предстоит, поэтому постараемся терять как можно меньше жизней. Конечно, не факт, что это у нас хорошо получится, давайте все-таки по краям экрана будем стоять, чтобы не успели подойти к нам эти враги. Мы сейчас набрали максимальное, наверное, количество сердечек в игре, я так подозреваю. Это значит, что мы можем с одного удара убивать вот этих вот врагов. Я имею в виду вот с одного, с одного и такой, с одной такой, в общем, атаки продолжительный. Видите, просто колено разбиваем, мы действительно стали сильнее, и это хорошо, это определенно хорошо. Так, ну что, друзья, будем стараться. Вот так, сейчас обо будут, да, 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 ждем, ждем. Все делаем по-старому, в общем, все враги легкие, даже Кану, хотя это, конечно, не Кана, надеюсь, вы поняли, о каком Кана речь. Он мне очень напомнил Кана из Mortal Kombat. Так, стоять. от Абоба не очень хотелось бы получать повреждения. Вот действительно наш брат оказывается самым сильным врагом в игре. Это действительно так. Сейчас ножом будет нас кидать, да, мы все помним. Так. Что за фигня? Почему он отрикошетил от стены и нас убил? Ну все, нет, друзья, это просто, это все, нафиг, нафиг, нафиг. Ой, какая ужасная попытка. Давайте, не знаю, начнем с арены, наверное, чтобы слишком уж видео это не затягивать. Блин, ну это капец просто, как отрикошетил. Эта игра меня просто убивает, понимаете? Я не знаю, это логично или не логично, но мне это некоторые ее элементы совершенно не в кайф, правда вам скажу. Все, ладненько, друзья, он меня убил. Ну давай, убивай, убивай меня, все, красавчик, красавчик, разоволосый. Предлагаю продолжить просмотр отсюда, так как и так слишком много времени занял этот уровень. Дело в том, друзья, что я сейчас перепрохожу уже раз в десятый. После того, как то, что вы видели собственно у себя на экранах, Кана, или тот, кого я назвал Кана, невероятно сложный соперник, и нам невероятно повезло, что мы в первый раз смогли зажать его в угол. Ну, как говорится, новичкам везет. Друзья, он меня сейчас убивал раз в десять. Я ничего не могу с ним сделать. Я ничего не могу с ним сделать. Ничего. Любое его прикосновение по нам отнимает четверть жизни. Он отходит, он держит дистанцию, я ничего не могу с ним сделать. Поэтому я, друзья, сейчас сохранюсь и буду начинать драку именно с драки с этим Каном, понимаете? Ну, я так назвал этого Кана. Все, этих убили. Все, друзья, я сохраняюсь, потому что я больше не могу это терпеть десять раз. Я не знаю, как в первой попытке у нас получилось, но вы, в принципе, наверное, сейчас все увидите. Во-первых, нужно вот так вот... Посмотрите, что он творит. Он, он просто отнимает у нас невероятное количество ХП. И он держит дистанцию, посмотрите. Он не позволяет подойти к себе. Я не знаю, что мне с ним делать, друзья. Я не знаю, как его побеждать. Как получилось это в первый раз. Может, вы сочтете чекпоинт в этом месте читерством, но я... Не знаю, я их не считаю, потому что, друзья, это невероятно. Я просто сейчас перепрохожу. Я не могу, мне надоело раз за разом столько раз перезаписывать, понимаете? И комментарии перезаписывать, и прохождение перезаписывать. Я ничего не могу сделать с этим Кану. Короче, вот, наверное, вот так вот и нужно в прыжке с ним сражаться, потому что другого варианта я не вижу. Все, он отбегает вниз, это значит конец. Посмотрите, что он творит. Сволочь. Иди сюда, тварь. Я не знаю, что с ним делать. Боже, как ты мне надоел, а, уродец. Посмотрите. Боже, у меня нет слов, я не могу перезаписывать по пять раз, по двадцать раз. Какие пять? Все, ну, хорошо, появился наш брат. Ну, так, извините, у нас жизни нету никаких. У нас просто нету жизни. Я думал, что он сложнее Кану. Ни в судьбе, нифига он не сложнее Кану. Давай, подходи сюда. Вот так вот будем его сейчас стараться. Но, он тоже не хочет особо подходить к нам. Я думаю, может, каким-то небольшим читерством победить, вот как-то стоять в углу и вот так вот выманивать его потихоньку, как вы думаете? Вот как-то, вот так вот, как вы думаете? Время еще есть, в принципе. Так. Ну же, ну же, ну подходи, вот так вот, хорошо. Я не знаю, что я сейчас сделаю, друзья, но раз эта игра так со мной читерит, то и я с ней буду так читерить. Нас убили. Все, друзья, давайте сделаем так. Следующая попытка будет уже, когда мы пройдем. Я не знаю, потому что с Кану сражаться я не могу. На следующий день. Так уж вышло, что вместо планируемых трех видео в понедельник я не записал ни одного, не закончил даже Дабл Дрэгона. Ну, я думаю, это просто специфика этой игры, она сложна для прохождения вслепую и так уж вышло, я думаю, расстраиваться не стоит. Зато я научился. Я сейчас за кадром попытался, теперь я знаю, как его побеждать, друзья. Так, немножко не так вообще-то я хотел. Дело в том, что здесь есть одна секретная точка, в которой можно стоять и Кану нам ничего не сделает. Только обычно сейчас я за кадром так-так-так, это не та точка. За кадром я слева то же самое пробовал делать. Вот сюда вот нужно загонять врага, отманивать его вверх, потом снова вниз и бить. И это уже замечательная точка для того, чтобы, во-первых, его схватить, во-вторых, увернуться от снарядов. Вот как-то так получается, что здесь выгоднее всего стоять. Это небольшое себе читерство, секретик, но, друзья, эта игра читерила со мной, дай бог, не дай бог никому. Посмотрите, мы быстро уничтожили Кану и сейчас Джимми, предатель, выбрался. И, кстати, с ним нужно сделать то же самое. То же самое. Вот, все, заманили. Нет, стоят, стоят. Тут не всегда все легко, так что, может быть, даже не получится сейчас первого раза. Вот, вот, теперь будем делать все так, как я планировал. заманиваем сюда, вы можете слышать звуки на фоне, это значит, что я по нему попадаю. Он же в этот момент по нам тяжело ему ударить. Главное, чтобы времени хватило, потому что, так, потому что очень живучий наш братец. Так, стоять. Нет, 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 ты сошел с пути истинного, Джимми. Вернись, вернись, где должен был быть. Черт, что же делать-то, а? Ты здесь должен быть. А? Предатель. Что ж ты доделал? Ты зачем похитил мою девушку? Мы же были братьями, нас воспитывал отец. Брюсли. И ты после всего этого на полставки начал подрабатывать в банде. Это очень низко. Это очень низко, Джимми. И теперь ты должен умереть. Хотя, если честно, я не понимаю, если мы сейчас его побеждаем, как он потом во второй-третьей части фигурирует? И на Супер Нинтендо, по-моему, тоже есть продолжения свои. Не могу с уверенностью сказать, но, по-моему, это так. Ну, видимо, мы его не убьем, а просто покалечим. И, как бы, все у нас будет теперь хорошо. Так, друзья, вы готовы? Кажется, мы готовы заканчивать эту игру. Кажется, друзья, это конец. Мы почти его добили. Конечно, небольшое течитерство, хотя не читерство, а просто вот такая вот хитрость. Я использую слабые места врагов, точно так же, как они используют слабые места мои. Мы победили! Мы прошли игру, друзья. Итак, Билли заходит в темницу, где хранила... Да блин, ничего себе темница, здесь вешалки висят, она в платье. У нее здесь гардероб, наверное, был целый. И вот летает сердечко над поцелующейся парой. Как это мило. Итак, друзья, наш Билли в одиночку справился с самой могущественной бандой в городе. Я не знаю, кто бы еще мог способен на такое, но, конечно, это чисто голливудский сюжет, и здесь ничего такого особо удивительного нету, потому что мы ко всему этому привыкли. Вот так-то, друзья, мы с вами прошли игру, которая оказалась чертовски короткой, и чертовски запутанной. То есть, я уверен, что если я бы проходил эту игру во второй раз, то я бы ее прошел гораздо быстрее, после того, как я уже знаю, что и к чему. Посмотрите, вот сейчас я тупо три раза пробовал пройти финальных боссов, двух, ну, Кану, ну, Кану, это я его так назвал, и Джимми, и все три раза я прошел с первой попытки. То есть, удивительно, ну, правильно, я нашел Ахиллесову пяту. Ну и что, я вам говорил, что я хочу по окончанию этого летсплея показать часть этой игры, посвященная файтингу, и давайте этим и займемся. Итак, что мы вначале сделаем, давайте за Билли, а, стоп, Билли, Вилл, что значит Вилл, кто такой Вилл? Так, Вилл, это кто такой? А ну, давайте-ка проверим. Поехали. Ага, все, все, я понял, друзья. Вилл, это один из врагов, с которым мы уже имели честь сражаться, и теперь игра приобретает черты файтинга. Это тут, конечно, уже нет никакой особой задачи, тут можно умирать и делать что угодно. Начнем с того, что у нас меньше хп, чем у врага изначально, не знаю, почему так сделано. Наверное, потому что мы можем использовать эти самые хитрости, а враг не может. Ох, друзья, как я рад, что я прошел эту игру и что я вообще за нее принялся. Ну, давайте теперь подведу итоги, пока вот сейчас буду сражаться. Что я могу сказать в принципе об этой игре? Я, конечно, всячески ее хулил бранными словами, но нужно отдать должное. Эта игра прародитель великого жанра, и эта игра действительно легендарна, такие игры должны быть. Да, она короткая, да, она сложная, да, она запутанная, но в свое время не просто так эта игра стала одной из любимых у многих поклонников этой приставки, у многих игроков в нее. Так, давайте хоть победим. Теперь хоть знаем, как зовут всех этих парнишек. Раз уж так вышло, что эта игрушка оказалась короткой, я думал, что хотя бы четыре эпизода она займет. В таком случае я, знаете, что сделаю, я, наверное, на свое усмотрение выберу еще какую-нибудь игру, которую буду проходить, и в это воскресенье я поставлю новые игры на голосование. Я хотел и в это воскресенье поставить игры на голосование, но дело в том, что я думал, что Double Dragon затянется еще на какое-то время, но оказывается нет, и поэтому будем вскоре, во-первых, начинать пятого Мегомена, что вы давным-давно ждали, ну и какой-то новый летсплей после Adventure Island. Итак, первая битва закончена, я не знаю, показывать ли вам всех персонажей, так, а музыка такая, как будто мы умерли, на самом деле мы же победили, но здесь, естественно, никакого режима на прохождение нет, все то же самое. Так, Рупер, кто такой Рупер? Линда, это вот эти вот женщины, которых мы били, Чин, это те, кого я назвал, что, это разволосые, это те, кого я назвал Дэдслом, кажется, да? Вот, а кто такой Рупер, все-таки, что-то я забыл. Ну, видите, враг тоже почему-то Рупера выбирает. Жалко, что персонажи не раз... Так, а что это такое? У нас... Мы же с такими не сражались, а почему их не было в игре? Вот это да, вот это меня очень интересует, честно вам скажу. Вот, у каждого из персонажей в режиме файтинга свой набор приемов. Сейчас прямо такая рестлинговая у нас все. Разбег и прямо сейчас в стенку. Не-не-не-не-не. Сейчас бы наколоть этого врага себе на иглы, которые расположены на наших плечах. Так что, друзья, да, вы можете с полной уверенностью ожидать, что продолжать эту серию я обязательно буду. Не в ближайшее время, но, конечно же, буду. Ну и я очень сильно рассчитываю, что вам понравился этот летсплей, потому что как-то вот так вот получается, знаете, даже помимо моей воли, что игры, в которых я больше всего нервничаю, в игр, в которых я фейлю, и которые мне очень тяжело даются как для прохождения, так и для процесса записи, как это, в них получаются особенно веселые комментарии, потому что я уже не контролирую свою речь, мне лишь бы что-то уже как-то, лишь бы что-то уже сказать, потому что я раз за разом записываю, перезаписываю, и ничего толком не получается. Так, ну, в принципе, тут, наверное, уже я еще хотел показать драку, где бы участвовал Абоба, мой любимый персонаж, ну, не просто, не потому, что он действительно любимый, я раньше не знал, кто такой Абоба, я раньше никого из их персонажей не знал, но после того, как я поиграл в Абоба Адвенчер, кажется, так эта игрушка называется, вот, мне этот персонаж понравился, плюс он тоже фигурировал в Баттл Тоддс, а с Добл Дрэгон. Вот поэтому понравился мне этот персонаж и, в принципе, приглянулся. Первые уровни этой игры настолько же легендарны, насколько в свое время были уровни из Марио, например, они также по-разному обыгрывались в культуре, всякие пародии на эти уровни делались, это действительно круто. Я уверен, не было бы этой игры, не было бы моего любимого битэмапа Fighting Force, ведь там тоже те же самые элементы, ты берешь лом, дерешься им, берешь какие-то другие вещи, то есть, стоит этой игре действительно отдать должное, я в прошлом эпизоде, в первом, вернее, сказал, что в данный момент этот жанр практически исчез, как битэмап, вот, ну, тут не слишком, наверное, я правильно сказал, во-первых, меня поправили и сказали, что все-таки есть некоторые игры, которые принадлежат к этой жанровой категории, но, так, у нас напряженный момент, по одному, наверное, попаданию где-то осталось, вот, но, эти игры очень мало известны битэмапа, я вот, мне называли несколько названий, я первый раз, честно говоря, о них слышал, вот, а другие игры, которые я назвал в первом эпизоде экшенами, я имел ввиду слэшеры, то есть, в принципе, система та же, да, вы деретесь там, всякие комбинации, используете приемы и так далее, но он более экшеновый такой жанр, более драйвовый, более там, двигаться надо больше, мне кажется, что жанр битэмап попросту эволюционировал в этот самый слэшер, вот, и поэтому нужно ценить такие игры, как Дабл Дрэгон, всячески лелеять и вспоминать не злым, добрым словом, хотя, конечно, впечатления были достаточно неоднозначные, ну а пока, друзья, спасибо вам всем за просмотр этого летсплея, ставьте лайки, подписывайтесь, если до сих пор не подписались, ну и пишите комментарии по поводу, и без повода, в принципе, также, оставайтесь на линии, друзья, вскоре будет еще так много всего интересного. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...